все я добавила все что нужно теперь фарш пахнет так как должен пахнуть котлетками я решила начать его делать картина большая делать ее придется долго хорошо что здесь вот есть сноска я думаю кому-то не нравится димаш кому-то не нравится моя сумка главное что это нравится мир я сначала испугалась потом Ольга Юрьевна позвала и сказала и деревенская сметана она жиденькая еще такая как сливки обожаю вкуснятина доброе утро девочки мои прохладно сегодня я окно не открываю на улице 6-7 градусов сейчас ну днем до 14 и сильный ветер но сильный ветер это значит хладрыга не хочу открывать окно а так вроде солнышко пробивается небо вроде чистое еще раз доброе утречко девочки кофе я уже попила только что с соседкой сетка ушла своими делами заниматься а я сейчас собираюсь заниматься своими делами сегодня мне нужно готовить и готовить у меня и душевный фарш есть я думала думала что с него приготовить думала сделать перец фаршированный но больше всего я все-таки склоняюсь к котлеткам я как-то вот уже соскучилась за котлетками за своими которые делаю сама они магазине вот и еще у меня есть баклажаны кабачки и другие овощи я хочу это сделать как тушеный типа как икру как икру сделать вот но вот наверно вот такой вот у меня сегодня будет занятие вот ну и по ходу приготовления как обычно я люблю с вами поболтать поэтому немножко поснимаю приготовление заодно будем болтать с вами вернее болтать буду я но все равно что как будто бы я с вами вы со мной да ну все давайте приступим уже привет приготовлению надо уже что-то делать руки уже прям так и чешется чем-то заняться первым делом я решила приготовить икру у меня здесь баклажанов парочка кабачки помидорчики лук и вот у меня замороженный перец его разморожу и надо его сделать уже ну что девочки давайте начнем резать первым я лучок сейчас кубичками будут все кубичками резать порежу я поставила уже сковороду греться в масло налила растительное чуть-чуть обжарим и забавлю помидорки и тем временем порежу как раз баклажаны кабачки и потом перец пока сковорода еще разогревается я как раз уже порезала помидорчики вот как хорошо резать помидорчики когда нож хорошо заточен раз раз прямо как по массу вас раз и порезала так все это сейчас мы поджарим дальше так лучок с помидорчиком уже нормально готовили и хватит в общем-то добавим сейчас уже я половину нарезала половину буду резать ческ дальше пусть пока потихонечку но готовить я режу так по быстренькому все вдоль так быстрее 1 1 1 готовим готовлю для себя меня так устраивает так мы все подходим к финишной прямой в общем-то у меня уже без крышки я все это тушила добавила лавровый чуть-чуть зелени соль вкусную и перчик и немножко все теперь можно закрыть крышкой и на медленном огне чтобы она еще потушилась все девочки пока у меня там продолжает тушиться уже чуть-чуть осталось я добавлю достала фарш свой индюшины лук чеснок порезала сейчас я его промотаю в этом измельчители так все готово я думаю там уже все измельчилось смотрим сейчас все прекрасно все отлично так ну все теперь соль перец яйцо и хлебушка немножко все это сейчас перемешаю и у меня уже будет готовый фарш для котлет все я добавила все что нужно теперь фарш пахнет так как должен пахнуть котлетками все тщательно перемешаю и сейчас уже начну жарить вот индюшины и пожалуйста кто кто говорит что я не на диете раздельное питание пожалуйста икра и из овощей и вот из идеи котлетки будут но прекрасно у меня без снижаются потихонечку медленно правда хотелось бы быстрее хотя куда спешить главное что снижается они повышаются это уже меня быстро худеть вредно то быстро худеет то быстро потом поправляется да так вся вся помню пить котлетки все котлетки я пожарила они маленькие получились вот такой у меня обед котлетки икра классный обед пойду покушаем сейчас девочки уже вечер настя у меня сегодня нету потому что наташа раньше освободилась с работы и она забрала нас из садика я пока смотрела телик но сейчас вот решила сесть думаю что то время зря теряю решила сесть и вот этого барса вот этого красивого такого котика такой барсик смотрите голубоглазый какой красивый я решила начать его делать картина большая делать ее придется долго хорошо что здесь вот есть сноска что можно раз быстренько посмотреть какая там картина так сейчас я хочу кусочек раз глянуть тут помимо цветов еще и символы есть и была такая вот бумажечка склейка ли ленточка ленточки вырезала такие и наклеила вот сюда но мало того что номера есть еще сразу чтобы увидеть цвет например похожи да вот наклеила тут с номером еще и с этим вот ну что еще в наборчике здесь в наборчике вот это как обычно во всех наборах бывает но еще здесь есть вот такая вот штучка и вот такой вот пинцетик остренький а вот для чего но пинцетик я предполагаю если что-то неровно наклеила ли по ошибке наклеила может быть пинцетиком это дело изъять а для чего вот эта ванночка квадратненькая этого я не знаю в общем девочки если кто-то занимается такими же алмазиками если вы знаете что это для чего это напишите мне в комментариях для чего пинцетик и треугольная ванночка вот ну а я включила в общем-то телевизор фильм историк буду сейчас посматривать фильм и потихоньку буду ковыряться с этими алмазиками все доброе утро девочки мои на улице вроде солнышко пробивается на градусники плюс 2 кошмар какой-то и сильный ветер 2 ли 3 градуса сильный ветер холодрыга страшные в комнате тоже холодно из-за ветра продувает покрыли воздух конечно свежий но холодно очень когда уже у нас затопят еще не топят совсем еще и не собираются а я вчера что я успела сделать но вот немножечко стразиков налепила в чем стразики эти отличаются от предыдущих тем что они квадратненькие их надо прям четенько четенько укладывать в общем вчера немножко сделала и все легла спать сейчас пока делать нечего тоже сяду поковыряюсь телевизор включу и все ну что девочки мои идем в садик за насти вышла я чуть-чуть пораньше потому что сейчас темнеет раньше хочется еще по светлому пройтись прогуляться по воздуху надеюсь купить опять сметанку деревенскую и молочко хочу купить если там будут продавать в общем увлеклась и девочки алмазной вот этой вот алмазная вышивка барс вот этот симпатичный и в общем-то сегодня целый день я просидела за этим занятием посматривала телевизор там что-то смотрела то одно то другое ничего такого особенного чтобы я могла вам порекомендовать ну в общем хорошее занятие вот это вот алмазная вышивка мне нравится и это сегодня делала вы какие цветочки сейчас вам покажу иду они издалека прям пахнут очень хорошо как разве это не чудо разве это не прелесть скажите мне иду по тихой улочке по над дорогой машина там шумят поэтому я решила пройтись тут тихой по тихой улочкой вот вот такая красота люблю такие вот кустики они так смотрятся хорошо ладно идем дальше ветер дует я даже не знаю может быть вас там помехи от ветра ну сейчас найду еще тенистое место включусь опять я сказала тенистое место да тихое место хотела сказать вот так бывает хочу сказать одну посмотрите какие уже пустыки желто-красные хочу сказать одно говорю другое а уже когда монтирую видео потом думал что это такое сказала вообще ой девочки почитала комментарии под видео там где сумку покупала и пальто я конечно от некоторых людей в шоке ну большое спасибо тем кто меня поддержал некоторые пишут зачем вам такая большая сумка она как переноска ля-ля-ля но если я купила большую сумку хоть мне нужна большая сумка девочки классическая сумка у меня есть лежит уже не знаю сколько лет и мне некуда с ней ходить по театром я не хожу вы хоть раз видели чтобы я ходила в театр вот сколько у меня уже влог существует да скажу им последний раз театре была в москве с дочкой 2008 2009 год вот а так мы не хожу да конечно может быть надо было бы ходить на человек домашний театр меня не заманишь просто так вот так что большая сумка у меня была до этого спортивная черная сумка вы видели ее я же вам показала тогда когда ехала спортмастер черную сумку проносила я 7 лет примерно она уже немножко под износилась я просто решила сделать ей замену и немножечко другого цвета там черная с полосочками розовыми а это я взяла розовую с черными полосочками и все самое главное что сумка мне нравится я буду носить вот сейчас я например иду в садик да мне сумка не нужна я взяла просто пакетик небольшой положила там кошелек и очки ключи все и телефон с собой мне не нужна наша сумка большая но если куда-то еду мне много чего там нужно положить в общем короче я не не думал не думаю что я должна объяснять для чего она мне нужна в общем нужно и все сегодня слушала димаша я вспомнила когда я написала по своем блоге сказала что мне нравится димаш и он тоже кому-то там не нравится и что-то там некоторые хитрые понаписали что не нравится он так далее я думаю кому-то не нравится димаш кому-то не нравится моя сумка главное что это нравится мир и все вот я сказала не стало легче все заняли эту тему ставим точку на этом так я смотрю машина стоит я брала сметанку молочко сейчас я хочу взять вы мне так сметана понравилась просто невероятно я прям ее поела прям вот так всем привет вы на канале мама чоли и сейчас мы идем из садика и бабушка то есть меня там ждала полчаса потому что мне делали прививку плечо я вам все расскажу сначала мы сидели в группе играли потом нам сказали одеваться лизу ой софию забрали а она сказали чтобы у нас забрали по троем то есть а мы когда сидели он то есть я туда максим сидел на кресле говорю я мужик я не должен плакать мне страшно но я не должен плакать я такая смотрю и когда я уже сделали максим спрашивает куда кололи куда надо колоть куда колол колоть нам надо я говорю сначала я показал на венку игре ой в плечо ой никогда еще косточку никололу моя миленькая такая история но прошло все хорошо ну ты боялась потом перестала да ну все нормально давай пройдем скорее за такую машину подъедет ну вот он сказал ой моя косточка и никогда еще косточку никололу я говорю а могут промахнуться один раз нет веночку делали собирались куда-то вот сюда делать а сделали прям венку ну я не знаю что он дальше но потом а мы все сидели нам сначала дали температуру померить потом когда нам дали температуру померить у нас когда мы там уже до конца поделали уже у нас забирали то то есть все смотрели сколько у меня температуры и сказали что у меня много температуры потому что я ну типа боялась и у максима была какая-то температура но я не знаю тоже высокая потому что он прям готовился к рейске вот я сначала испугалась потом ойга юрьевна позвала я сказал нет еще не делали а я сижу и говорю ой сижу и глаза меня зовут ой койга верни еле сиди или стоя стояла я вот так руку за плечо держалась вот так и сказали убери руку я убрала руку мне сделали прививку оказалась такая тоненькая 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 очень коротенькая и в общем не было и сделали прививку я сначала а я я я я сделала и все сказали да что то да что то не больно там потом мне вот так достали шприц и все а эти дети из моей группы которые сидели то есть сначала катя не подхныкило то есть я просто сидела не боялась ничего только когда я начала айкать она такая начала губы дуть ну правда а максим хотя он у меня не плакал но я не знаю клипку будет делать он плакать не плакать потому что когда у меня сделали я пошла в группу одеваться и меня бабушка ну хорошо за пол и тут сказки конец а кто слушал молодец запомните когда мама чули мама чули мама чули все сейчас мы с тобой зайдем в магазин и потом домой да уже щечки у нас красные уже почти как зима ну что девочки я с машины взяла все таки молоко молоко вот это мне понравилось вкусно 65 рублей стоит это деревенская и деревенская сметана она жиденькая еще такая как сливки обожаю вкуснятина стакан 200 рублей стоит взяла также с машины телезетер сыр и вот такой колбаски совсем небольшой кусочек ну колбаску на пробу сыр этот я знаю вкусный зашла в магнит купила яйца ну такие вот не знаю отборные вроде хорошие а это вот не знаю что супчика захотелось может быть сварю супчик себе завтра с лапшой хочу куриный так мы в палатке мы взяли груши сладенькие мягкие конференция и кишмиш виноград это с Настей покушать нам надо сегодня а еще магнит косметики я взяла зубную пасту санс один вот эту пасту всегда беру хорошая паста помогает для чувствительных зубов то что нужно она по акции была 202 рубля стоит мы с Настей решили посмотреть сегодня фильм шаг вперед в комнате прохладно мы с Настей греемся под одеялком да и смотрим фильм Настя тебе нравится этот фильм да только он заканчивается но ничего скоро и родители за тобой придут попрощаешься с подписчиками всем пока пока ну все мои хорошие я тоже с вами сейчас прощаюсь хочу уже скорее смонтировать это видео а то оно у меня затянулось ну кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь и до новых встреч пишите комментарии всем пока пока спокойной ночи а